Всем привет! Начинаю я небольшой обзор, ну как небольшой, наверное это будет большой, на несколько серий, ни одна, ни две, ни три и ни четыре будет. Вот, обзор игры Colobot. Это трехмерная обучающая стратегическая игра, призвана обучить навыкам программирования в игровой форме. Об этой игре я слышал давно, но все, руки не доходили. Пока как-то один из подписчиков в комментарии не написал, мол, вот же есть еще такие игры, и в частности C-Bot. Но я решил сначала Colobot пройти, упражнения как минимум и какие-то задания, возможно миссии, ну а потом перейти к C-Bot. Так вот, это у нас игра, и цель этой игры колонизировать планету, поэтому так и называется игра. Colobot, colonize with bot. Вот, то есть колонизация с помощью ботов. Ну, 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 то есть, то есть, что то есть, я буду проходить упражнения, вот они, еще одно не пройдено, и по всем этим подпунктам, их семь, и в каждом пункте есть подзадания. Вот, сегодня, я думаю, пройдем вот эти все семь заданий, вот, в которых мы научимся, что мы научимся? Ну, убьем всех пауков, дальше, прикажем боту поменять батарею, потом, 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 возьмем кусок титановой руды и отнесем его к преобразователю, дальше, с помощью радара найдем титановую руду, дальше, оснастим батареи всех стрелков крылатых, дальше, с помощью радара найдем и убьем всех муравьев, и сделаем так, чтобы пауки от нас не смогли убегать. То есть, я так понимаю, в целом, мы научимся управлять ботом, то есть, в самом простом виде, чтобы он ездил, стрелял, искал и носил рудук, вот. Поэтому, если вам лень проходить все эти упражнения, можете включать мои видео и на фоне, или в полуха, или просто смотреть, и смотреть, как выполняется управление. Вот, я хочу, надеюсь, я пройду все эти упражнения, то есть, время позволит, так как желательно обычно проходить все, чтобы полностью понимать, что, какие возможности в игре есть. Поэтому, я думаю, нужно пройти все, потому что, вот, дальше у нас классы, если мы сразу начнем классы делать, то, я думаю, много чего будет непонятного. Вот, ну, меньше разговоров, давайте приступим к делу. Итак, первое задание. Пауки. Убить трех пауков с помощью небольшой программы. Начинаем. И сейчас, сейчас мы их убьем. Так, вот он я. Я так понимаю, блин, а где все остальные? Че я тут сам? Бот какой-то, пауки, какая-то фигня, радар. А где, а где? Наверное, корабль где-то там на орбите. Хорошо. Так, это я правую кнопку мыши зажимаю и кручу. Окей. Так. Взять или бросить? Че тут инструкция? О, инструкция для миссии. F1. Нажимаем F1 и сейчас узнаем, че нам надо делать. Итак, напишите небольшую программу, чтобы убить три паука. Три паука. Ну, наверное, трех пауков. Это у нас справка. Отлично. Отлично. А это че? Помощь в программировании. Ага, вот. То есть здесь, вот, программирование. Язык C-Bot. Язык C-Bot очень близок к структуре синтаксиса языков C++ и Java. Это хорошо. Это специальная функция, инструкции. Так, че у нас тут? If есть. For, while, do, continue, return, size of. Ого. В принципе, функций немало. Ладно. Так, F1. F1. Так, нам надо убить трех пауков. Так, для того, чтобы запрограммировать... Это я сейчас сделаю. Вы должны точно шаг за шагом рассказать боту о том, что он должен сделать для того, чтобы убить трех пауков. Так, хорошо. Нам понадобится следующая инструкция. Направляет пушку прямо. Окей. Turn. Turn. Выполняет поворот на указанный угол, заданный в скобках в градусах. Например, turn 90 повернет на 90 влево. А turn минус 90 на 90 градусов вправо. Ага. Положительная влево, отрицательная вправо. 190 развернет бота. Хорошо. F1 стреляет из орудия. Число в скобках указывает продолжительность выстрела. В большинстве случаев выстрел продолжается одну секунду. Так, и вот программа, которую... Так, выделять можно. Сейчас попробуем скопировать. Ctrl C. Теперь вы должны сами кончить эту программу. Хорошо. Вот. Выделяем бота. И вот у нас программка уже есть. Spider 1. Ctrl V. О, Ctrl V работает. Ид... О! Это хорошо. Смотрите. Редактор у нас меняется. Давайте сдвинем. Вот так. Ну, для того, чтобы видеть. Да, чтобы было удобно программировать. Итак, вот у нас... Эй, 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 ты где? Блин. Где наш бот? Вот он. А как на нем центрироваться? Ладно, не будем пока никак. Так, вот наш бот. Надо убить трех пауков. Эй ему устанавливает пушку. Прямо. Фая стреляет. И дальше поворачиваемся на 90. Это влево. Поворот. Стреляем. И у нас, по-моему, вот еще вот здесь где-то был паук. А где он? Вот он. Вот он. Вот он. Ага, вот. Я понял. Стрельнули. Значит, нам надо повернуть его на 180. Давайте напишем. Терн 180 и фая. Так, а что я тут заметил? О, смотрите. Тут идет даже подсказка. По функциям. Вот фая я убираю. И здесь внизу. А ну кликнем. Ух ты. Очень неплохая. Судя по всему, что я успел уже заметить, очень неплохая справка. И по ходу это даже навигация. Вот подчеркнутые слова. Значит, можно перейти. То есть ссылка, да, на справку. Ну давайте стрелок перейдем. А, колесный стрелок, оборудованный пушкой, которая стреляет огненными шарами. Та-да-ра-та-ра-та-та. Чтобы запрограммировать передвижение, используйте следующие команды. Move, Turn, Moto и Motor, GoTo. Ладно, это, это, я думаю, все, мы постепенно пройдем. Итак, мы запрограммировали бота. Блин, а где все? Почему, ну, ну это ж нельзя так. Все улетели, бросили. А где корабль, который вот это все привез? Наверное, высадили меня здесь и типа крутись как хочешь. На тебе бота и программируй. Ну ладно, что делать. Итак, окей. Теперь вот экзампл, а вот наша, да. И вот я запустил, выполнить программу. Стрельнул на 90, стрельнул на 180, стрельнул. Отлично. Ура, миссия пройдена. Салюты, все дела. Блин, чувак, зачем ты снял этот скафандр? Так, ладно. Снял, да и снял. Есть. Первая миссия выполнить. Дальше. Прикажите боту поменять батарею ближайшего крылатого стрелка. Угу, тут есть еще крылатые стрелки. Так. Ой-ой-ой-ой. Вот это он, наверное, да? Летающий стрелок. А, вот. Летающий стрелок. Так, нажимаем F1. F1. Запрограммируйте бота-сборщиков. Поменять батарею крылатого стрелка. После этого крылатый стрелок сможет убивать пауков. Крылатый стрелок уже запрограммирован. Он начнет выполнять свою работу, как только получит новую батарею. Хорошо. Что мы тут нового узнаем? Узнаем. Команду grab. Берет все, что лежит перед ботом. Дроп. Сбрасывает все, что бот несет перед собой. Торн. Торн. Мы уже встретились с этой инструкцией. Хорошо. Давайте посмотрим на начало. Нужно подобрать пустую батарею. Повернуться влево на 90 градусов. И бросить пустую батарею. И так далее. Хорошо. Кстати, что это за экзампл? Ага. Здесь в экзампле пример программы. Так не смотрим, не смотрим. Вот так не честно. Так, значит, как добавить плюс? Ага, добавляем программу. Да. Вот. Эй-эй-эй-эй. Так, что нам надо сделать? Grab. Взять то, что перед ботом. Хорошо. Я так понимаю, красненьким. Это севшая батарея. Grab. Не, grab. Вот так. Дальше повернуться на 90. Турн. Влево он, получается, повернется. Дальше. Drop. Бросить. Дроп. Дальше. Дальше. Нам надо развернуться на 180. Ага. Дальше. Дальше. Граб. Взять эту батарею. Дальше. Повернуться. Получается на минус 90. В обратную сторону. Минус 90. И дроп. Дроп. И сбросить батарею. Окей. Так, запускаем. Взял. Ах. Ты тупая железяка. Вот так вот, наверное. А как обратно это все? Перейдет. Вернуться в начало. Хорошо. Неправильно. Неправильно сделали. Давайте еще раз. Вот он развернулся. О. Все. Полетел. Так. А что у нас еще тут за функции? Камера. Камера. А. Меняет камера. Опа. Мы внутри. Круто. Так. А где этот стрелок? Куда он полетел? Паукова лить. Так. Вот у нас есть еще мини-карта. И вот мы видим паука. Паука. Сборщик. Радар. О. Это я оказывается. Ага. Хорошо. Миссия пройдена. Отлично. Дальше. Возьмите кусок титановой руды и отнесите его к преобразователю. Да. Легко. И так. Я так понимаю, вон там лежит эта руда. Странно как-то лежит. Все вокруг синяя, а руда какая-то серая. Такой неестественного формы. Да. Это, наверное, дождь идет из руды. Оно все падает. Короче. F1. Что нам надо сделать? Напишите программу, которая берет кусок титановой руды и сбрасывает ее на преобразователь, чтобы выплавить титановый слиток. Опа. Так. О. Move. Нужна новая инструкция Move. Итак. Приказывает боту идти вперед. Расстояние задается в скобках. В метрах. Move 10. Перемещает бота на 10 метров вперед. Move минус 1. Перемещает бота на 1 метр назад. Так, 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 так. Титановая руда лежит в 20 метрах от бота. Преобразователь расположен в 10 метрах перед ботом. После того, как бот сбросит титановую руду на преобразователь, не забывайте отвести его назад. Например, Move минус 2.5. Чтобы преобразователь смог приступить к выполнению своей работы. Ну, он же не перед ботом преобразователя, а за ботом. Ну, да ладно. И так. Значит. Было сказано 20 метров до него. Это нам 20 проехать, а тут 10. Получается 30, да? Ладно, давайте напишем программу. Программу, программу. Move. Нам надо проехать 20 метров. Есть. Дальше. Граб. Взяли. Дальше развернуться. 180. Дальше. Судя по всему, надо 30 проехать метров. Вот так вот. Правильно? 20 туда, 10 туда. Окей. Потом дроп сбросить. Это мы развернулись. Поехали, поехали. Ага. Приехали сюда, сбросили. Ага. И надо обратно отъехать. Move. Минус 3. Ну, пусть будет. Хорошо. Запускаем. И поехал. Чик-чик. Едет обратно. Сейчас он привезет. И у нас все будет чики-пики. Да. Все нормально. Красавчик. Ну, я, конечно, красавчик. Это тупая железяка, а я ее программирую. Угу. Миссия выполнена. Ага. Понятно. Я так понимаю, здесь есть ресурсы. Нужно это все добывать. И все такое. Итак, следующее. С помощью радар-работы отыщите титановую руду и отнесите ее к преобразователю. Да, как два пальца. Так, титановая руда. Ну, я ее... Я ее не вижу. Да елки, что ж ты... Неудобно как-то крутить. Так, ладно. Нажимаем F1. Помощь по миссии. Так. Возьмите кусок титановой руды. Точное размещение которого неизвестно. Чтобы его найти, используйте радар-бота. Пу-пу-пу-пу-пу. Как вы... Программы, написанные на предыдущих упражнениях, были полностью слепыми. Если бы титановая руда, батарея или пауки находились бы в другом месте, бот не смог бы их найти. Понятное дело. Так. Радар представляет собой глаза бота. С помощью радара можно замечать вокруг себя различные объекты. Например, инструкция радар. Титаниум Ор. Ну, давайте скопируем это. Контроль С. Возвратить информацию в ближайшем куске титановой руды. Тем не менее, нам необходимо где-нибудь сохранить информацию. Логично. Ага. Понятно. То есть, мы сейчас познакомимся с функцией радар. Дальше. Создадим переменную. Вот. Обжект. Итем. После этого мы должны ввести информацию, возвращенную инструкцией радар, в эту перемену. Ага. Итем равно радар. Титаниум Ор. Переменный item или item содержит различные виды информации. Позицию, ориентацию, высоту и т.д. и т.п. Чтобы узнать размещение куска титановой руды, напишите item.position. После этого мы используем инструкцию go to, чтобы переместить бота в эту позицию. Вот строка. Go to. Окей. Окей. Это я скопирую. Где наш бот? Быстро, быстро. Программу пишем. Есть. Так. Ну а что это у нас есть? Это у нас найдет титан. Поедет к нему. Возьмет. Я так понимаю, надо еще найти, как-то приехать к этому. К преобразователю. Ага. А. После этого вы должны найти преобразователь и поместить информацию о преобразователе в переменной item. Ага. Окей. О, а давайте, 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 ор. Вот так вот создадим. Ори. Ори. И еще object. Конвертер. Вроде был, да? Мы сразу найдем и конвертера. Да. Давайте кон назовем, чтобы короче было. Кон. Так, дальше это взяли, потом go to кон точка позишен. А здесь, а, все правильно. Потом приехали, типа дроп. И, и, а, и дальше нам move надо отъехать от преобразователя на минус 3. Ну, давайте запустим. Кстати, что там еще можно делать? Я тут заметил новый, открыть. О, давайте сохраним. Давайте сохраним. Это у нас какая-то. Блин. Lesson. Ну, один точно. А как он? Давайте 4. 4 сделаем. Вот, сохранить. Я так понимаю, можно открыть. Давайте откроем. Вроде то же самое. Короче, запускаем. Давай, давай, друг. Едь. Давай, включим камеру. Едет, едет. Жалко, здесь нельзя ускорить. Ну, по крайней мере, я не вижу, как. Выполнить. Выполнить. Ну, как выполнить? Она уже выполняется. Написано, стоп. Изменить. Так, ну, я тут создал 2 перемена. Давайте посмотрим нашу программу. Опа, чаш. Что это такое? А, это у нас... Это типа отладочная информация выводится. Только как-то, походу, она не сильно удобно и выводится. Так, ладно. Ладно, походу, как-то отлаживаться можно, да? Ну, я думаю, об этом всем мы узнаем. Погоди. Вот, что это? Это уровень энергии, а это уровень брони. Ага. Инструкции, справка об выбранном объекте. Отлично. Миссия выбрана. Уху. Цветы, салюты. Хотя салют могли бы не сжечь. Кислорода мало. Наверное. Итак, следующая миссия. Сносите батареи всех крылатых стрелков. Хорошо. Что там? Ого, сколько их. Откуда они берутся? Где корабль, который это все привозит? Где, ну, где это все? Понятное дело, это же игра, скажите вы. Ну, блин. Л, логика. Ладно. Так. А, что нам? F1. Относите крылатых стрелков батареями, чтобы они начали... Смогли начать уничтожать муравьев. Хорошо. Что тут мы новое узнаем? Это радары, я знаю уже. Ага, батарею Power Cell. Ну, окей. А, цикл появляется. While. Бесконечный цикл. Я ищу батарею. Еду к ней. Беру ее. Ищу стрелка. Еду к нему. И отдаю ему. Понятно. Контроль С. Контроль В. Так. А, тут И там надо. Ну, И там, походу, все тот же Object. Object. Item. Наверное, давайте сохраним. Блин, а я опять... Это у нас 1.4. Наверное, 1.5 будет. Пусть будет, да? Чтобы потом не искать эти... В справках эти все куски кода. Пусть будет. Так, давайте запустим. Так, ищи. Давайте откроем наш код. О, оно еще подсвечивает. Что оно сейчас делает? Эй, 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 друг. Дроп. Да. Смотрите. Go to. Едет к позишину. Берет его. Go to. К стрелку. Я так понимаю, ищет ближайшего. Вот эта рада находит ближайшего. И все такое. Понятно. Так, item. Есть позишины. А если я клацаю? Не клацаю? Эй, ты че? Эй, что это такое? Откуда взрыв? Че это вышло из-под контроля? Наша миссия? Эй, какой энергии? Че вы творите? Ладно. Надеюсь. Ну, наверное, здесь не будет такой миссии. Но было бы неплохо. Чтобы я нашел какой-нибудь корабль неизвестный. Вот. А там какие-то коконы. Вот. А эти коконы начали просыпаться. Оттуда что-то вылазить. Ну, если кто смотрел чужие, то поймет о чем я. Так, ладно. Ого. Е-мое. Я в окружении пауков. Срочно надо что-то делать. Было бы неплохо найти. Да, так. Какой-то миссии это. Итак. В предыдущем мы познакомились с циклом. Сейчас я вижу новое direction. Убейте несколько пауков, чья точная позиция вам неизвестна. Чтобы их найти, используйте радар бота. Хорошо. Так. Найдите ближайшего паука с помощью инструкции Radar Alien Spider. Давайте. А, хотя. Нет, давайте. Я скопирую. Как мы делали этот ситановый рудой? Ну, не идите к пауку. Бот будет уничтожен до того, как дойдете. А просто обойдите паука. Что значит обойдите? Инструкция direction item position высчитывает угол вращения, чтобы бот мог прицелиться. Чтобы точно прицелиться по пауку, просто напишите. Turn turn direction. Давайте я лучше вот это скопирую. Так. Так, так, так. После этого стреляйте инструкция fire. Еще вы можете использовать цикл wild.ru, чтобы не запускать программу для каждого паука. Как мы это делали в предыдущем. Хорошо. В цикле, да, наверное, это сделаем. Давайте плюсик, плюсик. В хиле true turn. Надо item объявить. Object item. Дальше. Дальше. Что нам надо? Item равно radar. Радар. Блин, а как там было? Радар F1. О, F1 тут альян спайдер, да. Радар. Альян. Спайдер. Это мы типа нашли паука, повернулись к нему и стреляли. Fire. 1. Давайте я сохраню. 1.6. Вроде, вроде бы все. Ну, давайте запустим. Давай, давай, вали их, вали их. А что они горят, ползают? Отлично, миссия выполнена. Ну, отлично. Так, и у нас... О, у нас осталась последняя миссия 7. Научитесь управлять ботом так, чтобы паук не смог убежать. Ах, они еще и убегают. Ну, хорошо. Сейчас мы это сделаем. Итак, нажимаем F1. Передвигайтесь к паукам, которые находятся за пределами досекаемости ваших орудий. Программа будет выглядеть как и предыдущая, но перед тем, как вы будете стрелять, используйте инструкцию Move, чтобы подойти достаточно близко. Хорошо, давайте я скопирую это. Итак, вопрос в том, как близко должен подойти бот к пауку. Инструкция Distance рассчитывает расстояние между двумя позициями. В этом случае мы должны узнать расстояние между ботом и целью. Позиция цели задается инструкцией Item Position. Позиция бота задается Position. Дальность полета огненного шара из пушки 40 метров. Чтобы подойти достаточно близко, бот должен пройти вперед и минус 40 метров. Ага, это не доходя 40 метров до паука. Вот это будет сделано с помощью этой строки. Хорошо, итак, просто вставьте в программу эту строку перед инструкцией Fire. Ну, давайте. Видите, как полезно сохранять. Так, это у нас вот этот урок. Открыть. Терн повернули. По идее, поворачивать... Ну, да, надо. Да, это мы нашли ближайшего паука. Нашли, потом к нему повернулись. И потом поехали. Не доезжая 40 метров, останавливаемся и стреляем. Хорошо, давайте сохраним. Окей. Поехали. Вали их. Давай, давай. 40 метров, стреляй, красавчик. Блин, повернулся, едет дальше. Итого, у нас тут еще два паука. Этот помер. Ну, да, ищет ближайшего, как я и говорил. Так, энергии что-то у нас маловато. Гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. Так, так. Блин, они так дымят, как будто там солярки у них внутри. Солярка они... Они не знают, что там еще у них. Миссия выполнена. Отлично. Окей. Эй, эй, эй. Стоп. А, мы прошли. Вот. Ну, думаю, на сегодня все. Так, вот это мы прошли. В следующем видеоуроке мы, наверное, все уже не пройдем. По идее, тут задание уже будет посложнее. А уже 27 минут идет запись. Поэтому, я думаю, в следующем уроке мы пройдем... Попробуем 4 пройти, а потом 3 остальных. Но, в любом случае, я думаю, у меня получится пройти все упражнения. Поэтому, всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем, предлагаем. Может быть, кто-то еще знает о каких-то вот подобных играх для программистов, на которые можно было бы сделать обзорчик. Даже не то, что обзорчик, немного вот так вот поиграть. То пишите. Поэтому, всем спасибо за внимание. Всем пока.